Михаил Кулашев, ученый, инженер, конструктор, именно он придумал, как и чем в условиях невесомости можно отремонтировать космический корабль. Наш специальный корреспондент Татьяна Троян побывала у него в гостях и осталась под большим впечатлением от рассказа краснодарца. У каждого земного мастера на случай поломки есть обязательный набор инструментов. Молоток, гаечный ключ, пила и какие-нибудь кусачки. Вот только в космосе свои законы. Об этом не понаслышке знает Михаил Кулашев. Ученый из Краснодара, кандидат технических наук, больше 50 лет своей жизни он отдал науке и космосу. В лаборатории ручных инструментов, механизмов и специальных монтажных устройств он придумал целый комплекс для устранения поломок на космических станциях. Его сверла и пилы служили космонавтам верную службу, не ломались в условиях невесомости, были удобны в использовании и безопасны. А началось все с клуба авиамоделирования, куда он, 11-летний мальчишка, избежал из музыкальной школы. Хобби стало делом его жизни. Михаил Федорович поступил в Куйбышевский авиационный институт на инженером-механика самолетостроения. Выдержал огромный конкурс, 7 человек на место. Вступительные экзамены сдал на отлично, кроме математики. Но счастливый случай помог стать ближе к мечте. Преподаватель, который принимал экзамены, взял мою письменную работу, посмотрел. Я говорю, это вы знаете, вам за ней взяли оценку. Я вам поставлю 5 по устной, 5 плюс 3 пополам, 4, все нормально будет. В общежитии его знали как мишку ракетчика. На столе в своей комнате он часто устраивал сборочный цех. В ход пускал подручные материалы, ватманы, пенопласт, дерево. И из обычных вещей получались неплохие модели ракет. А в свои 23 года он сделал не просто макет, а настоящую мини-копию ракета-носителя. Юный инженер-конструктор соорудил ее по обычному рисунку, опубликованному в газете. Вы ее сделали, она взлетела, да? Ну, вон она взлетела. Чтобы запечатлеть этот момент на стадион «Динамо», что на улице Красной, тогда съехались журналисты и операторы. Фото запуска по сей день висит у Михаила Федоровича на стене. Но ученый есть ученый, и главной своей гордостью он считает не запущенную ракету и не разработанные инструменты для ремонта космолетов, а свою научную диссертацию. Название у нее очень длинное, но о теме, наверное, догадываетесь. Подъемные механизмы – все то, что взмывает ввысь ближе к звездам. Его руки не скучают и сейчас. Михаил Кулашев по-прежнему занимается моделированием, резьбой по дереву, а еще, как рассказывает его дочь, прекрасно готовит. Но возраст берет свое. После перенесенной операции он почти не ходит. Однако это не мешает ему быть заботливым, понимающим мужем, отцом и дедушкой. Я очень горжусь своим папой тем, что он действительно внес большой вклад в развитие космонавтов, и, конечно же, как мудрый отец, он всегда мог дать правильный и нужный ответ на интересующий вопрос. Герои живут среди нас. Порой они как бойцы невидимого фронта. Их фамилии мало кто знает, в отличие от всемирно известного Юрия Гагарина. Но их вклад в космическую индустрию неоценим. Татьяна Троян, Вадим Жалеев, Наталья Белебко. Телекомпания Краснодар.